Сегодня мы поговорим о таком всеобщем свойстве физических тел, как инерция. И начнем мы с простого опыта. Вот у меня есть стоит баночка с дробью, я поставлю ее на лист бумаги, а теперь медленно потяну за лист, и баночка движется вместе с листом. А теперь сделаем по-другому. Снова поставлю баночку на лист и резко дерну за него. И баночка осталась на месте. Почему же так происходит? Дело в том, что когда я тяну за лист бумаги, на баночку со стороны листа действует сила трения. И баночка едет вместе с листом. А когда я резко дергаю за лист, то сила трения, конечно, тоже действует на баночку. Но она действует в течение очень короткого времени. И баночка не успевает разогнаться и остается почти на месте. И вот это свойство тела разгоняться под действием силы не мгновенно, но в течение какого-то времени и называется инерцией. Кстати, если бы силы трения совсем не было, то я бы не смог разогнать баночку. Лист бумаги скользил бы под ней, а баночка оставалась бы на месте. А теперь сделаем еще один вариант того же самого опыта. Передо мной стоит башня из деревянных брусков. И сейчас я резко ударю по нижнему из них. Башня осталась на месте. Сила трения, действовавшая со стороны нижнего бруска, не успела вовлечь в движение остаток башни. Давайте повторим этот опыт, увеличив высоту башни. Снова резко ударяю. Снова башня устояла. Давайте добавим еще брусков. Теперь башня держится уже с трудом. Выровняем ее. И башня снова стоит, ну разве что немножко покосилась. Для следующего опыта мы приготовили вот эти бумажные кольца и деревянные рейки. Я вкладываю рейку в кольца. И кажется, что она гораздо прочнее, чем кольца. Давайте проверим это на опыте. Сейчас я резко ударю вот этой металлической рейки по планке. Удар! И планка разлетелась на части, а кольца остались целыми. Почему же это произошло? Планка сломается, если она достаточно сильно прогнется. А кольцо порвется, если оно достаточно сильно растянется. И слабым звеном окажется то, которое быстрее достигнет предела своей прочности. Давайте посмотрим, как ломалась планка в замедленной съемке. Когда я резко бью по планке, она успевает прогнуться и сломаться раньше, чем концы планки сместятся вниз, растянут кольца и порвут их. Поэтому бумажные кольца остаются целыми. А если давить на планку медленно, то, конечно же, рвутся бумажные кольца, потому что они менее прочные. Похожий результат получается и в следующем опыте. Здесь на нитке подвешен тяжелый груз с песком, а снизу к нему привязана еще одна нитка с кольцом. Спрашивается, какая из ниток порвется первой, если я потяну за кольцо с некоторой силой? Кажется, что будет рваться всегда верхняя нитка, потому что на нее действует не только сила со стороны моей руки, но еще и вес груза. Однако резко дернем за кольцо. И нижняя нитка порвалась, а верхняя осталась целой. В чем же тут дело? А дело в том, что при резком рывке тяжелый груз не успевает прийти в движение из-за своей инерции. И поэтому верхняя нитка не успевает растянуться и порваться. А теперь давайте восстановим нижнюю нитку и подтянем за кольцо медленно. И теперь обрывается верхняя нитка, как мы и предполагали в начале. До сих пор в наших опытах мы рассматривали инерцию покоя, но кроме инерции покоя существует также инерция движения. И первым это понял великий итальянский ученый Галилео Галилей, с которого начинается история современной физики. Повседневный опыт показывает нам, что тело двигается безостановочно, только если к нему прикладывать постоянное усилие. А если перестать это делать, то тело проходит некоторое расстояние и останавливается. А Галилей понял, что это происходит только потому, что есть разнообразные силы трения. Трение в осях, трение об стол и даже сопротивление воздуха. А если бы всех этих сил трения не было, то тело бы двигалось с постоянной скоростью сколь угодно долго. Сделаем еще один опыт. Поставим машинку на горку и установим на нее два деревянных бруска. Сзади к машинке привязана ограничительная нитка, которая не дает ей уехать слишком далеко. Отпускаем машинку и при резком торможении бруски по инерции продолжают двигаться вперед и слетают с машинки. И точно так же падают пассажиры автобуса при его резкой остановке. Чтобы насадить молоток на рукоятку, никто не бьет по нему сверху каким-нибудь тяжелым предметом. Вместо этого резко бьют рукояткой по какой-нибудь жесткой массивной опоре. И молоток сам по инерции насаживается на рукоятку. Инерция проявляется не только при прямолинейном, но и при вращательном движении тела. Раскрученный маховик на хорошей подвеске может вращаться очень долго. Однако, всякая часть вращающегося тела движется по окружности только потому, что она связана с другими частями. А если бы эти связи мгновенно исчезли, то все части тела по инерции разлетелись бы по прямым линиям в направлениях своего мгновенного движения. Заточим стамеску на вращающемся точиле. Искры, летящие из-под стамески, это раскаленные частицы окалины и точильного камня. Пока эти частицы были связаны с камнем, они вращались по кругу. А оторвавшись от камня, они летят по прямой. В этом фильме мы рассказали вам о таких физических явлениях, как инерция покоя и инерция движения. Но вообще-то это одно и то же явление, что окончательно установил великий английский физик Исаак Ньютон, когда сформулировал свой первый закон движения. И о первом законе Ньютона мы, конечно же, сняли отдельный фильм, который настоятельно советуем вам посмотреть.